На занятия вымпила на постоянной и безвозмездной основе приходят полицейские, которые рассказывают ребятам о подразделениях в системе МВД. Также проводят уроки, где рассказывают про амуницию, оружие, боевые приметы. К примеру, сотрудник полиции Иван Девятовский отвечает за военную и огневую подготовку. Детям рассказываем тактико-технические характеристики оружия, ну и средства бронезащиты, которые в системе МВД у нас стоят на обеспечении. Мы должны вкладывать в общество какую-то идеологию, полезную идеологию. Я думаю, что это нормальная позиция человеческая, чтобы в дальнейшем наше же поколение, которое нас заменит, могло что-то быть достойное. Ребята занимаются в клубе два раза в неделю по плану, который разработан в главном офисе военно-патриотического центра «Вымпил» в Москве. Образовательная программа рассчитана на три года. Это туристическая, огневая и медицинская подготовка, изучение истории России. Особое внимание уделено изучению подвигов героев страны. Набралось сразу буквально, наверное, человек сорок. Из этих сорока начали дети отсеиваться, так сказать, потому что, ну, кому-то не по душе, кому-то по характеру, может, не подходит. Осталось 20 человек. Мы с ними занимались. Некоторые из них уже поступили, после девятого класса, правда, ушли в структуру МЧС. Кто-то сейчас остался, он после 10-11 задумывается о поступлении в МВД. В МВД и высшее, то есть военное училище. Кроме того, по просьбе руководителя клуба полицейские готовят для ребят учебный материал, книги по истории МВД и подразделениях полиции, учебные и профориентационные фильмы. После окончания трехгодичных курсов в клуб «Вымпил» выпускники будут готовы к поступлению в ведомственные вузы МВД или военные учебные заведения. Продолжение следует...